В Калининград народная артистка России приехала не случайно. Сегодня на сцене Кафедрального собора она прочитает стихи и даже споет, ведь как раз сегодня в городе открылись дни литературы. Добрый вечер, господин писатель и читатель, поэты, библиотеки, добрый вечер, просто жители города Калининграда. Я вас очень прошу не отключать ваши набережные телефоны, и когда будут раздаваться ваши звонки, конечно же, мы будем останавливаться в таком и слушать, о чем вы говорите. Ее фирменный комплимент «Мы узнали вас по голосу». Услышать всю его глубину на этот раз калининградской публике помогало место. А для самой Юлии Ильиничной Кафедральный собор стал лучшей площадкой за все время выступлений и самым привлекательным местом Калининграда, а все благодаря шикарной акустике. Храм во всех пониманиях, потому что для меня искусство – это тоже храм. И то, что мы сейчас сидим с вами в алтарной части, куда никогда не пускали женщин, ни при каких обстоятельствах, и у меня такое смешение чувств, просто такое восхищение. Гулял по пяти щену, ни то пушок, ни то дружок, гулял в метель, и всем свет, и под дождем гулял и в лоб, гулял в мороз, в шагу, в сыр, гулял, 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 гулял. Впрочем, Юлию Рудберг легко можно назвать даже местной актрисе, чего мало кто знает, удалось не только вдоль и поперек изучить наш город, но и пожить в нем какое-то время. Я очень много здесь чего видела, я была в этом соборе просто как посетитель, я уже много раз была около могилы Канта, я здесь жила какое-то время в семье Гришковца, когда вот он только начинал в Москве. Мы здесь играли антрепризы, мы сюда приезжали с театром Вахтангова, и просто гуляли по городу, и заходили там во всякие-всякие места. Рудберг рассказывает, она прежде всего театральная актриса, востребована в десятки театров, но родной один, Вахтанговский. Сниматься в кино тоже не забывает. Начинала в 80-е годы с эпизодов, позже перешла на более серьезные роли, в которых играла жен, будущих невест и дочерей. В итоге в копилке уже более 60 картин. Правда, сейчас Юлия Ильинична мечтает не о новой роли, а установить памятник своему папе, знаменитому актеру-пантонимы Илье Григорьевичу. Все, что свойственно маме и бабушке в моей жизни присутствует, и дочери, и сестре, вот, поэтому, ну, как-то и жене, и какие еще мне ипостаси есть. Я очень люблю своих близких, и они такие трогательные, они так помогают мне всю жизнь. Меня произвели на свет гениальные люди, добавляет актриса, и всю жизнь она старается им соответствовать. Пока, как отмечают поклонники, ей это удается. А еще удается отвлекаться от работы на любимое хобби. В коллекции Юлии Ильиничны более 300 всевозможных статуэток верблюдов. Это, ну, мое тотемное животное, и я их очень люблю, мне нравятся их повадки, характеристики. Верблюдицы вообще замечательные мамы. И мне очень нравится поведение верблюда, который, когда его донимает, он сначала поднимает глаза и смотрит на человека. Человек продолжает его донимать, он делает так. И предупреждает, потому что он толерантен. А если не останавливается человек, то он уже ему дает по полной программе. Вот у меня тоже такие три ступени в жизни существуют. Я как-то пытаюсь понять, что не надо меня донимать. 12 декабря она снова посетит Калининград, а ближе к весне поклонники смогут увидеть ее на одном из федеральных каналов в сериале «Икорное дело». А пока ждут очередные города и страны из ближайшего Новгород, Юрмала, Рига, Таллин. Светлана Федорова, Михаил Эльбаум, служба новостей «Город».